Псалом 17 с объяснением. И он сказал, «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от святого чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, ибо сел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим. Синью вокруг себя мрак вод, облаков воздушных. От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы Свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все запобеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен перед Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих перед очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству Его, ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог. Не порочен путь Его, чисто Слово Господа. Он щит для всех уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне путь верный. Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не поколеблются ноги мои. Я преследую врагов моих, и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать. Падают под ноги мои, ибо Ты предпоясал меня силою для войны, и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истреблю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, к Господу, но он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах перед лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. За то буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно, спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. В этом псалме Давид поет хвалу Богу за многочисленные чудесные избавления, которые преследовали его на протяжении всей его жизни. Это не просто список фактов, а глубокое размышление о Боге. Это видео буквально принесет пользу, предоставив понимание псалма 17 Давида, Бога, хвалы Богу и молитвы, в конечном итоге приводящей к освобождению от врагов, вере и надежде на Бога. Подпишитесь, чтобы увидеть больше подобного контента. Псалм 17. Комментарий. Краткое содержание. Первый стих. «Возлюблю Господа, избавившего меня от смертельных опасностей». Шестой. «На зов о помощи явился Господь». Семнадцатый. «Он помог, потому что я никогда не отступал от Его заповеди и был перед Ним непорочен». Двадцать шестой. «Господь с каждым поступает так, как Он того заслуживает». Двадцать девятый. «Господь хранил меня во всю жизнь». Сорок седьмой. «Жив Господь, помощник и избавитель, которого я буду славить всю свою жизнь». Псалм 17. Это удивительное произведение. Несомненно. Тесно связанное с жизнью царя Давида. Мы встречаемся с ним дважды. Во втором царствах, глава 22. Как его первоначальную, более личную версию. А в псалтире в несколько отредактированном и, можно сказать, канонизированном варианте, пригодном для богослужения. Разница между этими двумя версиями, хотя и незначительно на первый взгляд, подчеркивает эволюцию духовного понимания Давида и его стремление поделиться своим опытом с будущим поколением. Во втором царствах, 22 главе, псалом, вероятно, более эмоционален, насыщен непосредственными переживаниями после конкретных событий, в то время как версия в псалтире более сдержанная по форме и приобретает универсальный характер, становясь молитвой для всех верующих. Хвала Богу за избавление. В этом псалме Давид воспевает хвалу Богу за многочисленные чудесные избавления, которые преследовали его на протяжении всей жизни. Это не просто перечисление фактов, а, в сущности говоря, глубокое размышление о Божьей верности и могуществе. Он не только благодарит за конкретные события, но и анализирует их, находя в них подтверждение божественного промысла. Мы видим, бесспорно, как Давид активно стремится сохранить эти воспоминания живыми в своем сердце. Он не позволяет им затеряться в бушующем потоке жизни, а постоянно обращается к ним, напоминая себе о неизменной Божьей любви и защите. Более того, Давид не ограничивается личной благодарностью. Он осознает, что его опыт – это не только его личное достояние, но и ценный урок для других. Поэтому он стремится распространять свидетельства о Божьей благодати, делая его доступным для всех, кто нуждается в надежде и утешении. Это свидетельствует буквально о глубоком чувстве ответственности перед Богом и ближними. Его псалом, по существу, становится проповедью, призывом к вере и доверии к Божьему промыслу. Поэтика псалма Поэтическая форма псалма 17 заслуживает отдельного восхищения. Это образцовое произведение древнееврейской поэзии. Яркие бетафоры и смелые сравнения создают живую эмоциональную картину. Давид использует атроморфизмы, наделяет Бога человеческими качествами, чтобы сделать его образ более близким и понятным. Образы небес, как трон Божий, или земли, дрожащей перед его величием, вызывают глубокое чувство благоговения. Каждое слово внимательно подобрано, каждая строчка отточена и наполнена смыслом. Однако, настоящая ценность псалма заключается не только в его художественных достоинствах. Его сила, вне всякого сомнения, лежит в глубине благочестия. В нем переплетается чистая вера, безграничная любовь к Богу, неугасимая радость, искренняя хвала и непоколебимая надежда. Эти чувства не декларируются, а проживаются. Они пронизуют каждое слово, каждую строку, создавая произведение, которое проникает в душу и оставляет незабываемый след. Эти эмоции не являются статистичными, а они динамичны. Они, вне сомнения, наполнены жизненной силой и распространяются на всех, кто касается к этому великому произведению духовной литературы. Псалом 17 до сих пор вдохновляет людей на веру и надежду, показывая величие Божьей любви и Его всемогущества. Он служит ярким примером того, как личная вера может превратиться в мощное свидетельство для всего мира. Благодарность и доверие Богу Псалом 17 – это гимн благодарности и доверия Богу, написанный царем Давидом, полное звучание которого перекликается с глубоким личным опытом и пророческим видением. Его мощь заключается не только в поэтическом изяществе, но и в структурированной последовательности, раскрывающей богатейший спектр эмоций и тем. Псалом можно разделить на пять основных частей, каждая из которых в общей сложности иллюстрирует разные аспекты отношений Давида с Богом, представляя собой, в конце концов, живой пример духовной борьбы и триумфа веры. Первая часть, стихи 2.4 – это взрыв радости и хвалы. Давид не просто выражает благодарность, а буквально ликует в Господе. Его сердце переполнено восторгом, подобно утреннему солнцу, прорывающемуся сквозь тьму. Он сравнивает свою радость с неописуемой силой, способной поднимать надземными проблемами. И это не просто метафора, это опыт глубоко духовного подъема, достижимого только через абсолютное доверие к Божьей милости. В этом ликовании проявляется не только индивидуальная радость, но и провозглашение всеобщей божественной славы, открытой для каждого, кто ищет Бога. Божьи чудеса Вторая часть, стихи с 5 по 20, посвящена описанию чудес Божьих в жизни Давида. Здесь идет речь не о банальном перечислении благодеяний, а о поэтическом воскрешении в памяти о трудностях, которые, помимо всего, были преодолены благодаря божественному вмешательству. Бог представлен буквально как скала, крепость, щит, спасающий от врагов и опасностей. Символизм псалма поражает воображение. Он описывает Божьи деяния, как поддержку в жизненных бурях. Буквально, как твердую почву под ногами в бездне отчаяния. Подобное описание этих событий – это не просто история жизни Давида, а пророческий образ Божьего всемогущества, доступный, вдобавок, для понимания каждого, кто переживал свои собственные битвы и войны. Образы Солнца, Света, Небес являются не только красивыми метафорами, но и символизируют силу и величие Божьего присутствия. Третья часть, стихи с 21 по 29, сосредоточена на честности и непорочности Давида перед Богом. Это важный момент, поскольку он подчеркивает условия, при которым Божья благодать наиболее эффективна. Давид не просто заявляет о своей справедливости и праведности, а призывает Бога исследовать его сердце, доверяя ему оценить его настоящие мысли и намерения. Эта искренняя молитва, основанная на глубоком самопознании и желании быть принятым Богом, подчеркивает, в общем, важность духовной чистоты и искренности в отношениях с Богом. И это, на самом деле, образец смиренного самоуглобления и стремления к святости. Псалом 17. Слава и хвала Богу от Давида. Четвертая часть, стихи с 30 по 43. Это торжественное воздаяние славы Богу. Давид подчеркивает совершенство Божьих путей, Его мощь и премудрость, которые проявляются во всех сферах жизни. Это, несомненно, не просто формальное благодеяние, а глубокое понимание божественного промысла и признание своей зависимости от Божьей воли. Его слова полны восхищений и поклонения. Это вершина эмоционального напряжения всего псалма. Описание Бога буквально, как источника силы и мудрости. Это, вдобавок, призыв к изучению Божьих путей и принятии Его владычества над Вселенной. Завершающая пятая часть, стихи с 41 по 51, наполнена надеждой и уверенностью в будущем. Давид верит, что Бог и впредь будет Его защитником и избавителем, как для Него лично, так и для всего Его народа. Эта надежда, безусловно, не основана на самоуверенности, а на непоколебимой вере в Божью верность и любовь. Она передает глубокую связь между Богом и Его народом, ободряя и дарывая силу для преодоления будущих трудностей. Этот оптимизм – итог всего пережитого, подтверждающий эффективность обращения к Богу в моменты испытаний. Псалом 17 – это не просто религиозное стихотворение. Это, кроме всего прочего, вечный путеводитель для тех, кто ищет духовного утешения и надежды в Боге. Слава Тебе за избавление от всех врагов! Слава Тебе, всемогущий Бог, за избавление от всех врагов! Ты силой Своей нас защитил, и нас от бед и горя спас. Ты нас от зла искупил и души наши освободил. Ты нас от тьмы просветил и путь к себе открыл. Ты нас от греха избавил и Своей любовью наполнил. Ты нас от страха освободил и миром Своим утвердил. Слава Тебе, Бог наш, за милость и за благодать! Ты нас от врагов защитил и со Своей силой укрепил. Теперь мы можем воспевать и Тебе славу воздать. Слава Тебе, всемогущий Бог, за избавление от всех врагов! Ты нас от бед и болезни спас и Своей любовью наполнил. Пусть всегда мы будем Тебя славить и Твою милость восхвалять! Если вам понравилась запись, или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Спасибо. Спасибо.